В одном из вузов Чувашии создадут факультет Smart City. В рамках образовательного проекта будут готовить специалистов в области цифровизации городского хозяйства. В качестве пилотной площадки республику выбрал заместитель федерального министра строительства и ЖКХ. Андрей Чибис приехал в Чебоксары с официальным визитом. Троллейбусы на автономном ходу пока проходят обкатку. В Чебоксары прибыли уже три новые машины. В ближайшее время они начнут курсировать от железнодорожного вокзала до микрорайона Садовый, куда не подведена контактная сеть. Новые троллейбусы оснащены видеокамерами, кондиционером и USB-выходами для зарядки гаджетов. К слову, при помощи телефона у кондуктора можно расплатиться и за проезд. Так в республике развивают проект «Безналичная Чувашия». Уже более 70% пассажиров пользуются именно без наличной оплаты. Мы со своей стороны расширяем линейку сервисов. В ноябре месяце мы тестировали способ оплаты путем бесконтактной банковской карты. И, соответственно, с 1 декабря запустили это уже полностью в промышленном масштабе. На троллейбусе заместитель федерального министра приехал туда, где транспортом управляют кликом мышки. То есть вот у нас, смотрите, выходит, видите, вот эта информация по отключениям, по изменениям схемы. Маршрут изменяется. Мы смотрим, на самом деле они изменили или нет. И потом уже звоним перевозчику или диспетчера. Разноцветные метки на карте – это маршрутные такси, автобусы и троллейбусы. Специалисты следят за интервалом, скоростным режимом и пробками. Отклонение показывается от графика, зачастую в связи с тем, что пробки и так далее. Есть триллионные пиковые моменты, когда у нас серьезное отклонение и нормальные режимы. Андрея Чибиса, который теперь курирует проект цифровизации городского хозяйства, заинтересовала и развитие сети бесплатного интернета. Там порядка 7 терабайт трафика съедают они. Ну, видно, что сезон, конечно, больше всего пользуется в троллейбусе. Дорого? Ну, порядка 1,4 миллиона, 2 года у нас так получается. В этот центр стекается картинка более чем с 2000 видеокамер. Под контролем полиции, школы, детские сады, дворы и дороги. Благодаря большому брату задержано сотни преступников. То есть система позволяет достаточно точно определить лицо? Она не только определяет лицо. В данном случае просто принимаются необходимые меры для того, чтобы по тем приметам и ориентировать наряды, и незамедлительно среагировать на то или иное преступление. Реализацию проекта «Умный город» обсудили в Доме правительства. Интеллектуальные программы развития городской среды в Чебоксарах уже работают, но необходимо сделать и новые шаги вперед. Результаты работы, отметил глава республики, должны отразиться на качестве жизни. С федеральным ведомством налажено эффективное взаимодействие. Задача наша заключается в том, чтобы вместе с горожанами, вместе с жителями Чебоксарской республики научиться управлять всеми теми процессами, вопросами жизнеобеспечения, которые экономят в конечном счете семейный бюджет. Главная цель в этом заключается. А катаясь интерактивы, те благоустроенные территории, которые есть, тоже обговорили, мы будем оснащать их оборудованием. Есть предложения со стороны Федерального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Города должны становиться не только умными, но и комфортными. В Чебоксарах излюбленным местом отдыха стала Московская набережная. Здесь оборудовали спортивные площадки, тротуары, фонарные столбы, удобные спуски. Благоустройство продолжится и в этом году. Следующий грандиозный проект – реконструкция Красной площади. Андрею Чибису показали планы архитекторов. Здесь вот, там, где треугольник нарисован, это будет сухой фонтан проходимый. И что это сухой фонтан? Ну, плоскостной фонтан, по которому можно ходить. Преобразилась и набережная Новочебоксарска. Проект реализовали в рамках федеральной программы. Андрей Чибис отметил, что такие территории для отдыха должны привлекать горожан своим сервисом и услугами. Чтобы эти благоустроенные пространства, в том числе, набережная на Великой реке, она позволяла привлекать сюда молодых активных. Гораздо комфортнее жить, когда у тебя есть в шаговой доступности под рукой все, чем ехать куда-то, куда-то жить и работать. Вот задача – победить и выиграть битву за человеческий капитал. Проекты благоустройства городов республики намерены тиражировать. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы в регионе удалось реализовать масштабные задачи. Доложить, соответственно, все эти выделенные федеральные средства по тем проектам, которые защищались у вас, соответственно, они дали эффект. Социальное самочувствие жителей по тем микроэнам, где мы сделали, оно улучшилось. Дмитрий Ковалев, Павел Иритков и Борис Андреев. Республика.